На прошлой неделе в четверг в связи с аварий были отключены горячие водоснабжения дома 21-22 Г. Сейчас восстанавливаем, до конца недели восстановим. В воскресенье 30-го числа с 20.00 и до 11.00 утра 31-го числа без холодной воды в связи с аварий был дом 9-й В. Сейчас все нормально. В субботу также с 29.07 было отключено холодное водоснабжение часть микрорайона Г и часть микрорайона В. В связи с врезкой нового водопровода на здание МГУ. О рейде, направленном на борьбу с парковкой транспорта, которая блокирует вывоз мусора, и административных мерах, принятых по факту недолжной уборки территории, рассказал Александр Симоненков, инспектор Госадмотехнадзора. Иван Савинцев напомнил ответственным о планах по ремонту скейт-парка. Также он сообщил об обращении по поводу состояния спортивной площадки ВАБ. «Пока можем восстановить своими силами», – сделала вывод Оксана Якушева, директора благоустройства, так как объем работ был оценен заранее. «Конечно, хочется сделать новое покрытие, но пока нереально, следует восстановить то, что есть», – резюмировал глава города. Также он озвучил ответственным лицам просьбу жильцов АБ-234 окосить дорожку в зеленой зоне, ведущую к институтам. Еще одно обращение пущенцев прозвучало на планерке. Его передал Михаил Брынских. «Возле подъезда присаживаем кустарники какие-то, еще что-то, и вот благоустройство или ЖЭК, все это скашивают. Вот я вас прошу, вы со своими костами как-то поговорите». Иван Савинцев предложил решать проблему с конкретными адресами, чтобы не допустить повторения ситуации. Был задан вопрос об окончании работ на части Арбата в микрорайоне АБ. Как отметил Иван Савинцев, определенный конкурсом подрядчик, который работает не так эффективно, как хотелось бы, устранит последствия раскопок к 1 сентября. Оксана Лебедева, начальник отдела культуры, спорта, туризма и работы с молодежью, сообщила, что продолжается работа экологической бригады «Трудовой десант» и социально-педагогических площадок – конкурсно-игровых программ. Задействованы в них трудоустроенные на лето подростки. Оксана Лебедева отдельно остановилась на программах Дома культуры и молодежи, размещенного в ЦКР, которые вовлекают в игры, квесты, видеопросмотры и мастер-классы самых юных пущенцев. По вторникам и четвергам продолжается и акция «Читальный зал под открытым небом» в Центральной библиотеке. 25 детей, которые относятся к категории, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 7 августа отправляются в Краснодарский край на 21 день. Об этом сообщила Александра Мещерякова, заведующая отделом социальной защиты населения города Пущино. Диана Ларионова, Александр Сущенко, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.